Букеты, поздравления и нескончаемые щелчки камер, которые фиксируют важный и радостный момент – знакомство маленького человека с этим миром. Малыша назвали Демид. Имя пришло на ум сразу, стоило Ярославе Марковой взять кроху на руки. Всё-таки опыт в материнстве у жительницы Павловского района большой – 12 детей, пять из которых появились на свет в областной клинической больнице. Сюда роженица встала на учёт почти сразу, как семья переехала из Харькова в 2014 году после начала обстрелов на родине. У нас с мужем достаточно большая разница в возрасте. Он хотел большую семью, и я тоже хотела большую семью. Ну, в общем, наверное, где-то мы на этой почве с ним сошлись. Я очень искренне благодарна этому медперсоналу в этой больнице и нашей больнице Павловской. Все очень отзывчивые, все очень стараются помочь. Никто, я никогда отказа ни от кого не получала, если мне нужна была помощь. Поэтому здесь очень хороший медперсонал, и я буду советовать ехать сюда рожать. Славится областная клиническая больница не только родильным отделением, но и нейрохирургическим. Здесь в этом году пополнение. Мобильная рентгеновская система или ЦДУГА – аппарат установили в новой операционной. Из его основных преимуществ специалисты выделяют точность исследований. Данное оборудование необходимо для проведения оперативных вмешательств на позвоночники. При такой патологии, как опухоль позвоночника, опухоль спинного мозга, дегенеративное заболевание позвоночника с использованием различных стабилизирующих систем. Врачи планируют провести в этом году около 100 подобных операций. Еще часть оперативных вмешательств проведут специалисты отделения рентген-эндоваскулярных хирургических методов диагностики. В прошлом году здесь освоили и внедрили новый метод лечения. Это механическая тромбоэкстракция и тромбоаспирация при ишемическом инсульте. То есть, если раньше эти пациенты получали лечение в виде тромбоэтической терапии, и эффективность она по большей степени оставляла желать лучшего. Сейчас, благодаря этому виду вмешательства оперативного лечения, нам удается восстановить проходимость артерии путем того, что мы полностью удаляем тромб из артерии. Ведь причина ишемического инсульта – это тромбоз одной из артерий, питающий головной мозг. Суть новой методики в том, чтобы найти место тромбоза, добраться до него и удалить тромб, тем самым восстановить проходимость артерии. В 2023 году врачи провели пять подобных операций. Планы на год грядущие специалисты обсудили с главой региона. Алексей Русских лично убедился, что условия для оперативных вмешательств и реабилитации пациентов соответствующие. Отделение планово модернизирует по нацпроекту здравоохранения. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.